Приветствую всех зрителей нашего телеканала. Вы смотрите программу «Формула успеха». И, как обычно, в этой передаче мы говорим о том, что такое ложный успех, что такое истинный успех, как достичь успеха и чем можно жертвовать ради успеха, а чем ни в коем случае нельзя. Я представляю гостя нашей сегодняшней студии. Это депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов. Здравствуйте, Виталий Валентинович. Здравствуйте. Люди по-разному воспринимают успех. Для кого-то это известность, чтобы люди узнавали на улице быть так называемой медийной личностью, когда тебя рады позвать во всякие разного рода ток-шоу. Для кого-то это богатство, а для кого-то это возможность влияния на судьбы мира. Вот как вы воспринимаете, как человек верующий, как политик, что же такое успех? Успех — это такая тонкая грань между самолюбием, эгоизмом и некими требованиями благ для самого себя. И, в общем-то, неким удовлетворением от вознаграждения за получаемый результат, за проделанную работу. И мне кажется, что для многих успех является губительным, потому что они обрисовывают себе какие-то задачи, и для них успех — это достижение этих задач. Ну, это понятно, что это физические, финансовые, какие-то удовольствия. Но я думаю, что если мы будем оперировать не словом успех, а словом счастье, то тогда мы вернемся как бы на те позиции, которые должны быть у человека. Потому что приносит ли успех счастье? Не всегда. Успех зачастую имеет вторую сторону, обратную сторону медали, а то, может быть, и не обратную, а закономерность. Успех и неуспех. Взлеты и падения. И человек, который живет ради достижения успеха, он подчиняется вот этим ветрам никого, ветрам, которыми он не управляется. И для него достижение успеха является задачей. Соответственно, недостижение, неполучение успеха — это трагедия. А является ли она трагедия для человека? Насколько здесь много его самого, его собственного эго, и насколько мало здесь божественного? Поэтому для меня слово «успех», ну, наверное, прежде всего, это успех как некое ощущение хороших результатов от выполненной работы. Но я думаю, что в современном мире это слово сильно исковеркано. Я немножечко попробую вам рассказать другую точку зрения, которую я слышала от верующих людей, христиан. Вот как вы ее оцените? Интересный ваш взгляд. Они говорят, что если христиане, мы христиане успешны, если мы не бедны, у нас есть материальное благополучие, если мы даже известны, и если мы что-то такое делаем, за что нас прославляют, то это будет для людей, не верующих, таким знаком. Вот, посмотрите, они христиане, они чего-то достигли, значит, христианство — это не пустой звук, это что-то действенное, что-то существенное, и это подтолкнет их задуматься о вере. Есть такая позиция у нескольких современных церквей протестантского типа. Ну, далеко не у всех, далеко не у всех. Но, в общем-то, сложно согласиться с этим мне, но хотя бы вспомним апостолов. Успех относительный с точки зрения этого мира, да, наверное, ни у кого, ни даже у того, кто единственный остался в живых и умер на острове Патмос, тоже нельзя назвать его с точки зрения каких-то современных, или не современных, а материальных ценностей успешным человеком. Но его успех был в том, чтобы ему не отрубили голову и не распяли вниз головой на кресте, да. Но вот это единственный его был успех, что он умер... Ну, по сравнению с другими апостолами, это да. Там 130, по-моему, лет от роду, да. Вместе с ним жил, вместе, так сказать, жил и травтворил, и писал по благодати им святые строки. Но точно так же взять любой день календаря, когда мы открываем, что в православной церкви, что в западной церкви, открываем любой день календаря, и большинство имен, большинство святых, которые мы в этот день вспоминаем, они почему-то с точки зрения современного мира не пришли к успеху. Они их убили, сожгли, расчленили, пилили деревянными пилами, бросали в кипящую смолу, убивали их детей на их глазах. То есть, ну, с точки зрения современного успеха, ну, уж точно их успешными назвать никак нельзя. А многие, ну, светские люди, мирские, я бы сказал, они даже им посочувствовали. Вопрос относится лично к вам. А вот вы в детстве задумывались о карьере политика. Задумывались ли вы о вере? Вот ваши детские мечты, как вы представляли свое будущее? Это были советские годы. Это были советские годы, и карьеру политика никто в советское время не собирался строить, потому что не было политики. Была советская власть, и как таковой политики, в общем, наверное, не было. Была некая система советского управления, в которой я, наверное, я не видел себя, но я мечтал поехать там, служить в Афганистан. Когда только вот началась война в Афганистане, я мечтал, чтобы меня тоже взяли, чтобы я мог защищать Советский Союз, страну свою в Афганистане. Вот у меня, в общем, это было. Наверное, это на тот момент были какие-то позывы к общественной деятельности. Но вопросы веры, безусловно, даже для тех, кто рос в атеистическом атмосфере и не был окружен верующими людьми, любой человек задумывается о вере, любой. Даже самый злостный атеист, злобный атеист, с которым никогда в жизни я не был, задумывается о нематериальных вещах, о душе, о бессмертии. И даже если не о бессмертии, но о каких-то... О том, что иногда тебе, вопреки твоим материалистичным расчетам, не получается что-то сделать. Или получается благодаря кому-то, а кому ты не знаешь, если ты не верующий человек. И я жил и учился рядом с Пасо-Прибожинским собором. И туда заходил иногда, еще будучи школьником, в 80-е, начиная с начала. И мне было страшно интересно смотреть на службу. Я, честно говоря, ничего не понимал. Но, наверное, вспоминая слова апостолов, которые все время вспоминали римлян. Помните, которое было написано? «Неведомому Богу». И вот, не зная Бога, но на душевном уровне ощущая необходимость Бога, Вот, наверное, я тоже так ощущал, что Господь есть, но никто никогда мне об этом не говорил, к сожалению. Потому что я рос в очень такой строгой семье, была советская атмосфера и соответствующий коллектив и воспитание. Очень многие люди считают, что политика и вера – это такие вещи, но несовместные. И что лучше верующему человеку от греха подальше и подальше от разных искушений в политику не соваться. Да. И? Ну, так это нормально, если мы… В принципе, человек, если верующий, ощущает себя, как и всем, слабым людьми. Но если он считает, что он не в силах противостоять каким-то искушениям, он уходит от мира. Поэтому почему только политика? А полицейский, а пожарный, там, не знаю, продавец булочек с изюмом. Лучше вообще этим не заниматься, а уйти как бы вдали, находиться вдали от мирских искушений. Это очень сложный причем путь. Причем, наверное, мне кажется, что уйти от мира, взять крест и пойти за Господом вообще, отринув от себя все, раздав имущество – это путь самый сложный. Потому что сделать ты так можешь, а вот выдержать этот путь – это тяжело. Это неописуемо тяжело. Я помню, часто разговаривал на это тело с моим очень любимым мной архиереем, покойным епископом Маркелом. И вот как раз путь монашества, путь аскезы, он… ой, какой сложный. Но политика, я считаю, почему так определено, что общественным управлением, государственными процессами должны тогда рулить, получается, люди какие? Они такие неверующие, то есть мы хотим, чтобы государство управлялось людьми, которые не славят Христа. Но хотим, чтобы оно процветало. Нет, это невозможно. Просто невозможно. Потому что в чем функция государства? Идеальная, ну то есть эталонная. Творить благо, приносить благо для народа, для людей. Ну а какое может быть благо без Бога? Я, честно говоря, благо без Бога вообще не знаю, может быть мне кто-то подскажет. Благо без Бога не бывает. Поэтому как человек, который неверующий, который не пытается в силу своих заблуждений или осознанной позиции бросить вызов Богу и сказать, что я умнее Бога, то есть человек, который говорит, что есть благо без Бога, это человек, который является последователем антихриста Люцифера, который возгордился, падшая десница. Ну, мне жалко это государство. Я наоборот считаю, что имевшее вот такой постсоветский синдром размежевания людей, которые верующие, и государство, он очень опасен. С другой стороны, конечно, также опасен и вот этот показной, лубочный пафос, так сказать, веры, которую многие демонстрируют на праздниках, демонстрируют в своих фотографиях, а решения, которые принимаются, там Бога нет вообще, ужасно. То есть для меня верующий человек во власти, это прежде всего человек, который является верующим не потому, что он так про себя говорит, не потому, что он так пытается выглядеть, встав с большой красивой свечкой на Пасху или принимая участие в богослужении. Нет, верующий человек во власти должен быть заметен по своим делам, по своим инициативам, по той политической, философской, общественной позиции, которая у него есть. Вот как определяется верующий человек. И, к сожалению, так получается, что люди пытаются на каких-то общественных мероприятиях подобрать неуклюже слова про веру, а их дела, они... Ой-ой, плохие, ой, плохие совсем. Так что верующие люди обязаны быть во власти, иначе мы оставляем важнейшую сферу управления государством без верующих людей. И я бы очень хотел, чтобы как можно больше христиан понимали, что они тем самым помогают ближним, служат народу, имея такое послушание неких общественных нагрузок и государства. Вы многодетный отец. Вот как удается совместить и общественную нагрузку, и политику, и в то же время необходимо уделять внимание и жене, и детям? Ну, конечно, дети страдают, переживают, здесь чего греха таить. Но мне кажется, что дети понимают, что у папы есть серьезная работа, и в какой-то степени, надеюсь, они, может быть, воспримут это как необходимое служение. И хотелось бы больше проводить время, но больше не получается. И из-за этого те моменты, те часы, когда проводят с детьми, они бесценны. Бесценны и очень приятны. Так что бизнесмены, а многие другие люди, они тоже работают по 24 часа в сутки и не видят детей. Так что уж пенять на то, что люди, занимающиеся политикой, не видят семью, ну, что там. Ну, зато, да, зато дети воспринимают как радость, когда они видят папу. А как вы решили стать многодетным отцом? Я никак не решил. Это Господь решил, да? Ну, я на самом деле, когда у меня было двое своих детей, которые родились, и потом решили взять третьего в детском доме, малышку. Причем это произошло случайно. Ну, как, конечно, ничего не случайного. Я рассказывал, когда приняли закон Димы Яковлева, я как раз рассказывал, что существует целая система за деньги, усыновления, когда люди приезжают, и если российские усыновители должны проходить многомесячные этапы согласований и получения разрешения, то почему-то иностранцы за двое суток все согласования проходят, нигде не обучаются, и просто они платят очень большие суммы и забирают детей за границу. И забирают, причем для статистики этим детям пишут липовые диагнозы. Я тогда это доказал, потому что противники этого закона говорили, посмотрите, сколько много с ВИЧ-инфицированных, с гепатитом, детишек уезжают за границу, а наши бы никогда бы их не взяли. И когда я пришел брать своего сына, он тоже сказал, ой, у него тоже гепатит найти, ни в коем случае нельзя. Я говорю, ну, Господь-то не оставит. И оказывается, что это ерунда. Нету никого не гепатита, а мой друг-священник взял ему там, вообще ВИЧ поставили девочке. И тоже его не было. Это сделано было специально для того, чтобы российские усыновители отказались, и можно было отдать иностранным. И я пока рассказывал, пока делал с некоторыми журналистами материал по этой проблеме, сам захотел взять ребенка себе, и очень счастлив был. О том, как по маслу пошел, поехал. Один, другой, третий, еще свой один родился. Я считаю, что многодетный отец вообще-то, положа руку на сердце, но у меня шесть, я считаю, что он многодетный, и начинается, ну так, по-честному, от пяти. Потому что мы ушли немножечко от правильных дефиниций. Это не значит, что я принижаю родительский труд любого родителя. Даже с одним ребенком много хлопот. Но это, поверьте, когда у вас один ребенок, вы беспокоитесь гораздо больше, чем когда у вас трон. Вы просто из этого ребенка делаете какую-то куклу и носите с ним, как списанный торм. Он становится разбалован. На самом деле задумайте, насколько несчастен ребенок, когда он растет один в семье. Он одинок. Да, вы пытаетесь заменить ему семью кружками, клубами. Да, это все нужно и полезно, но это не то. Представляете, когда ребенок растет, и его окружают братья и сестры. Есть постарше, есть помладше. Он учится и в какой-то степени слушаться. Учится и заботится о меньших, слушаться старших. И это прекрасно, это нормально. Поэтому я считаю, что мы должны, в принципе, немножечко на государственном уровне пересмотреть определение многодетной семьи. И сделать такое понятие, как нормальная семья. То есть семья со неким нормальным количеством детей – это трое. Потому что без трех детей в семье государство не развивается. Это же закон, это аксиома. Если два ребенка в семье, государство уменьшается в размерах. Трое, оно начинает чуть-чуть увеличиваться. А учитывая демографическую яму и те преступления и абортов, которые совершаются ежегодно в нашей стране, то трое – это минимум. В общем, многодетная семья – это пять. Пять, и потом нужно градировать, и уже, исходя из количества детей, определять меры социальной поддержки. Потому что действительно, когда там больше пяти детей, ты уже сам не справишься. Сам не справишься никак. И не значит, что должны все идти с протянутой рукой в государство. Но просто необходимо создать, ну, понять какие-то вещи. Там, организация отдыха. Ну, очень тяжело. Когда у тебя шесть детей, и они уже не грудного возраста, ехать куда-нибудь отдыхать. Ну, ты едешь отдыхать же, понятно, не в теплые места. В любом случае, это авиаперелет. Потому что с детьми на поезде невозможно вообще. В любом случае. Либо за границей, либо в России. Не важно. Авиаперелет. И у нас нет семейных тарифов. Это очень плохо. Нет семейных тарифов. Нет определенных семейных скидок. И в результате получается, что многодетные семьи, как мне сказал один очень высокопоставленный чиновник, ну, вы же сами виноваты, по сути дела. Вы же сами приняли это решение. А это не так. Не такой должен быть подход. Мать многодетной семьи – это государственный служащий. Человек, который выполняет очень важную общественную функцию. Не говоря уже о той глобальной задаче, душеспасительной задаче, которая перед ней стоит. Виталий Валентинович, к сожалению, время нашей передачи очень быстро подошло к концу. Большое спасибо за то, что вы нашли время и приехали к нам в студию. Большое спасибо за то, что вы поделились с нашими зрителями своим видением на такую важную тему, как семья, на такую важную тему, как участие верующего в политической жизни. И мы, конечно же, желаем вашей семье здоровья, счастья, благополучия. И, конечно же, всех всевозможных успехов на вашем политическом поприще, чтобы идеи, добрые идеи, которые к вам приходят, они смогли воплотиться в жизнь. Во всем воле Божьей. И большое спасибо всем зрителям, кто смотрел нашу программу. Не забывайте писать нам и обязательно звоните по телефону нашей открытой линии. Операторы колл-центра всегда рады принять все ваши звонки. Итак, не переключайтесь, продолжайте смотреть наш телеканал.